Июльскую смену в Икаре посвятили юбилейной теме. Каждый отряд – праздничное агентство, которое готовит грандиозный день рождения. Сегодня всех ждут танцы, показ мод и живая музыка. И здесь, в этом замечательном лагере, я уверена, все смены, и первая, и вторая, и третья, которые будут, для вас будет самым ярким, одним из самых ярких событий в вашей молодой жизни. У Икара богатая история. В советское время здесь отдыхали дети рабочих автоприбора. С визитами приезжали Каманин, Кубасов и Леонов. Евгений Шкунников стал директором лагеря в 95-м, в самое тяжелое время. Финансировать детский отдых заводу стало не по карману. Лагеря закрыли на год, а на территорию стали забираться воры. Охранять лагерь пришлось самому директору. По ночам Евгений Георгиевич дежурил у ворот с ломом. Я много здесь сохранил. Сохранил почти все. Оборудование столовой, холодильные установки, постельное белье около двух тысяч. И мы сразу открыли лагерь. Центр детского отдыха перешел на баланс города. Сейчас в каждую смену здесь отдыхают около 350 юных владимирцев. Многие приезжают не по одному разу. Лене уже 14. Это ее шестое лето в Икаре. Самое активное, наверное, в стихотворном баттле. Мы рассказывали стихи, выявили победителей старших отрядов. Но я тоже постаралась. Чьи стихи читала? Ну, про войну. Отправляем в лагерь, потому что близко доехать. Нравится отдыхать здесь. Получает новые впечатления. Новых друзей. Ребенок у меня ездит почти каждый год. Где-то после третьего класса мы начали сюда ездить. Нам здесь нравится. Чтобы было еще лучше, администрация лагеря каждый год делает ремонт. В этом году обновили площадку для центральной линейки. Заасфальтировали несколько дорожек и сделали ремонт в жилых корпусах. Но главное, вскоре лагерь сможет перейти на круглогодичный режим работы. Уже у нас произведен расчет. Первоначальный проект газификации будет составлять 370 тысяч рублей. Это первый этап будет. Подведен будет газ на территорию лагеря. А в дальнейшем будем постепенно переводить корпуса, переводить на зимний режим, то есть подводить отопление. Буквально сегодня на заседании комитета решили выделить кругленькую сумму для того, чтобы здесь в лагере были заасфальтированы новые дорожки 880 квадратных метров. Я считаю, что если вы не увидите в эту вашу смену, то обязательно на будущий год, приехав сюда, вы увидите, как преображается эта зона. Юбилейная смена в лагере подходит к концу. Многие ребята хотят вернуться еще и на третью смену.